Это программа «День с толком» в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Уйдет в отставку. Источники уверены в скором увольнении министра транспорта края Антона Воронова. Тепло к ним так и не пришло. В Барнаульском поселке уже месяц разрыт участок для ремонта труб. Строят важные объекты страны, воспитывают детей, лечат жителей. Студенческим отрядом Алтая 60 лет. Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов может уйти в отставку в ближайшее время. Об этом сообщает сайт Толк. Информацию о возможной отставке министра журналистам рассказали источники. Они же подчеркнули, что заявление об увольнении было написано еще летом. Заявлению долго не давали ход, но в настоящее время вопрос решился. Причиной возможного ухода нашим коллегам назвали внутренние противоречия в составе правительства. Якобы у Воронова не сложились отношения с вице-премьером края Александром Клевиным, который курирует и транспортный блок. Антон Воронов стал министром в начале 2022 года. До этого почти 6 лет был главой Павловского района. Заметим, что на посту министра он сменил Александра Дементьева, которого чуть позже после отставки задержали по подозрению в получении взятки. Сейчас он отбывает срок в колонии строгого режима. В СИЗО отправили девушку, которая сбила двух парней в центре Барнаула в выходные. Известно, что пока срок ее нахождения в следственном изоляторе 10 суток. Если за это время ей предъявят обвинение, то срок ареста увеличится до двух месяцев. О мере пресечения виновницы жесткой аварии сообщила пресс-служба судов Алтайского края. Дело рассматривалось в Октябрьском районном суде. Напомним, что ДТП произошло вечером 27 октября. 25-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения не справилась с управлением на проспекте Ленина. Выехала на тротуар и сбила двух парней 17 и 18 лет, после чего столкнулась с двумя автомобилями. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Почти полтысячи серебряных волонтеров приехали в Барнаул на слет «Дорогою добра». Это добровольцы, которые плетут маскировочные сети, становятся наставниками для трудных подростков, занимаются благотворительностью. Подробнее расскажем в сюжете. На своей волне и «Дорогою добра» – так и называется слет серебряных волонтеров Алтайского края. Сегодня они обмениваются опытом, заряжаются вдохновением. В Барнаул приехали почти полтысячи добровольцев старшего поколения из разных районов. Это те, кто во время пандемии приходил на помощь нуждающимся. Те, кто вяжет носочки и игрушки деткам, которые родились слишком рано. Те, кто реализует десятки проектов на территории края и, конечно, помогает бойцам на фронте. И вот сегодня у нас есть конкурс плетения маскировочной сети. Изначально, мы все умеем плести маскировочную сеть, но изначально он был придуман для того, чтобы мы поделились способами друг с другом, кто как ее плетет. И не только маскировочные сети. Волонтеры мастерят окопные свечи, антидроновые шторы, браслеты безопасности, вяжут носки, готовят супы быстрого приготовления, делают обереги. Когда мы начали это делать, я лично пришла в эту группу, попала, мне стало на душе легче, что что-то для своих мужиков, для наших солдат делаем что-то. И что-то делаем, и вот от этого легче жить-то. А так вот смысла не было. Труды серебряных волонтеров отмечают и на федеральном уровне. Например, алтайский проект «Ориентир добро» стал одним из лучших по всей стране в номинации наставничества. Добровольцы могут стать наставниками для подростков, которые оказались в неблагополучных условиях, а сейчас проходят реабилитацию в центре «Солнышко» в Барнауле. Сегодня поздравил всех серебряных волонтеров края губернатор Виктор Томенко. Количество людей, желающих объединиться и вместе вести какую-то деятельность, направленную на то, чтобы решать проблемы, вопросы, заботы всего общества. Их все больше и больше, таких людей. Я очень рад, что наше движение волонтеров и волонтеров серебряного возраста находит такой отклик, понимание и готовность принять участие все большего и большего количества людей. Это уже целая армия серебряных волонтеров. Сегодня «Добрые дела» объединили 4000 пенсионеров, которые реализуют более 60 проектов и каждый день делают чью-то жизнь лучше. Ирина Корчагина, Владислав Ковалев. День с толком. Более 300 алтайских школ, детских садов, вузов и колледжей региона принимают участие во всероссийской экологической акции «Бумбатл», суть которой – собрать как можно больше макулатуры в поддержку нацпроекта «Экология». Бумага пойдет на переработку, а вырученные средства направят на помощь участникам спецоперации и на благотворительность. С маленькими участниками акции познакомился Дмитрий Дроздов. Оберегать природу и сохранять деревья. Чтобы привить эти идеи с детства, Алтайский край в пятый раз участвует во всероссийской акции «Бумбатл». В ней участвуют различные учреждения, но особенный отклик организаторы получают от детских садов и школ. Дети не просто участвуют, но и соревнуются в личном зачете. Кто больше макулатуры сдал, тот и выиграл. С родителями собирали ненужные журналы из домов, потом книжки были ненужные, некоторые порванные были старые. Потом коробки у нас были ненужные. А потом наши тети нам тоже давали всякие бумаги и ненужные, допустим, с работы списанные бумаги. Мы их начали собирать и сдавать в АГДЭЦ. С каждым годом желающих подключиться к всероссийской акции становится больше. Вместе с количеством участников, верят организаторы, растет и число тех, кто готов заботиться о природе даже таким простым способом, как правильная утилизация макулатуры. Потенциальных участников привлекает и шанс получить приз, но в основном средства идут на благотворительные цели. У нас средства, вырученные от сдачи макулатуры, частично идут на поощрение участников. Обычно это сладкие призы и раздаточные материалы, которые имеются в центре у нас, тоже помогающие формировать эко-привычки. Обязательно часть средств мы отправляем на помощь приюту животных или на закупку корма для птиц. И, конечно, часть средств идет на специальную военную операцию. Собранную бумагу забирают на переработку различные организации края. На сегодняшний день приняты заявки на вывоз больше 20 тонн макулатуры в Барнауле, Бийске, Рубцовске и в некоторых районах. Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо создать личный кабинет на сайте акции Boom Battle, зарегистрироваться там, подать заявку с указанием даты вывоза макулатуры, а также ее веса. Заявить о себе вы еще успеваете. Сбор заявок на вывоз бумаги принимает по телефону, который вы видите на своих экранах. Также отвезти макулатуру можно и самостоятельно в пункт приема в Барнауле на проспекте Космонавтов 53А. Главное для участия не забыть зарегистрироваться на сайте акции BoomBattle.RF. Кстати, самые активные участники акции завтра посетятся экскурсии одной из предприятий края, где в производстве используют переработанную макулатуру. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Сотни друзей, романтика, еще возможность получить путевку в жизнь. Об этих факторах, как о решающих выборе строя отрядовского движения, в один голос говорят представители разных поколений. Строя отряды на Алтае появились в 60-х годах прошлого века. В начале 2000-х они возродились, и сейчас движение отмечает юбилей. Так что объединяет тех, кто надел бойцовку еще в прошлом веке и нынешних строя отрядовцев, и есть ли будущее у строя отрядов, выясняли наши корреспонденты. Бойцовку строя отряда Игорь Шахматов надевает сейчас по случаю, хотя по сути он с ней не расставался. С 77-го года прошлого века его сердце отдано строя отрядовскому движению. Бойцы отряда «Монолит» медицинского вуза были в числе первых, кто поехал на масштабные стройки. К примеру, крупнейший в Сибири и на Дальнем Востоке объект – Каменский элеватор. Я работал на самом верху рабочей башни, чтобы туда подняться, принимать раствор. Девчонки штукатурили внутри, а я – все, выше меня только звезды. 25 этажей надо было вот так вот пройти, 50 пролетов этих маршевых, чтобы там оказаться. И я видел там заобье, там крутихо уже, обское море. «Монолит» пять лет строил и Кулундинский магистральный канал. Работали также на Среднесибирской железнодорожной магистрали. В каждом из 15 отрядов, только медицинского, по 40-60 бойцов. Это был расцвет строя отрядовского движения. В новое, назовем его так, строя отрядовское время, число бойцов варьируется от 15 до 20 человек. Но они уже не только строят, есть отряды проводников, вожатых, изюминка медвуза, медицинские отряды. Появились в 2019-м в их составе много иностранных студентов. Работа всех медицинских отрядов, она заключается в исполнении обязанностей младшего и среднего медицинского персонала. То есть это санитары и медсестры, медбратья. От поддержания чистоты уборки, даже там, условно говоря, вату катать, это тоже, если потребуется, скатают столько, что на год вперед хватит. До инъекций, до назначения, ну не назначения, точнее, выдачи препаратов, постовые. Кстати, в медицинском все еще действует строя отряд «Монолит», тот самый, родом из 70-х прошлого века. В его рядах теперь не только представители медвуза строят объекты «Росатома». Если говорить о доходах студентов, то зарабатывают не как блогеры, конечно, но суммы вполне достойные. Неплохие деньги, учитывая тот факт, что мы выезжаем на объект и мы зарабатываем буквально плюс-минус те же 100 тысяч, но у нас полностью идет оплачиваемое проживание, питание, ну и то есть мы ни в чем не нуждаемся. Собственно, и в 70-х труд студентов неплохо оплачивался. 500 рублей за сезон – хорошая подработка, но все же деньги для бойцов не главное. Жизнь-то отрядная – это же не только работа, и не столько работа. Это вот все мероприятия, дни рождения, куча отрядных праздников. Человек, если даже он никогда в жизни не писал, не играл на гитаре, он научится играть на гитаре, он начнет песни писать. Это возможность самореализации, проверки многих своих качеств. Для меня это реально насыщенное хобби, которое перевесло и в профессию мою, и в мою любовь. Весь день мы работали с ребятами, все уставшие, все хотят лечь спать, но мы идем там в лес куда-то, не знаю, петь песни у костра, и ты просто сидишь, и тебе вообще ничего в этот момент не нужно. Ты чувствуешь себя вот единым целым со своими ребятами. Одним словом, все это называют романтикой, и ради нее прежде всего и идут в стройотряды разные поколения студентов. Сотни друзей на всю жизнь, встречи и воспоминания, а еще возможность собраться на одной сцене и спеть, вспомнив свои вечера у костра. Это и случится уже в ближайшую пятницу в Титов-арене. Бойцовки приготовлены, а настроение у стройотрядовцев даже спустя десятки лет на высоте. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День с толком. А накануне юбилея лучших бойцов студенческих отрядов наградили в правительстве Алтайского края. Благодарностями и почетными грамотами отметили тех, кто участвовал не только в краевых, но и в международных проектах, и каждый раз доказывал, что труд – это круто. На сегодняшний день в регионе около 150 отрядов, в которых трудятся более 5000 ребят. Движение наше, общее движение, разбивается, растет. Мы традиционно входим в топ лучших региональных отделений. Наш краевой штаб традиционно входит в число лучших штабов России, благодаря которым это все благодаря вам. Большое вам за это спасибо. Спасибо. Сегодня не стало легенды алтайского спорта. Первого мастера спорта по плаванию Сергея Кашникова, директор спорткомплекса «Об» скончался на 65-м году жизни после продолжительной болезни. Еще будучи ребенком, Сергей показывал хорошие результаты на воде, а после карьеры спортсмена стал тренером, а с 94-го года руководителем спорткомплекса «Об». Редакция телеканала «Толк» выражает соболезнования родным и коллегам Сергея Кашникова. Барнаул принимает первенство Сибири по шахматам. К нам приехало почти полтысячи сильнейших спортсменов. Их ждет 9 туров, заключительный 9 ноября, когда и станут известны победители и представители края на первенстве России. А алтайская школа шахмат начнет подготовку к следующему году. На ближайший год мы проведем первенство России среди юношей и девушек. До 21 года у нас будут играть здесь в марте. А вообще мы планируем в ближайшие годы посвятить дальнейшему проникновению шахмат в регионы Алтайского края. Мы хотим поднять шахматы именно на уровне нашего края. Динам Алтай в первом выездном матче переиграл тульский АКМ 7-3. Три шайбы забросил Комаров, две Коголев и по одной Балавчук и японец Ю Сата. Это самая крупная победа в сезоне. Знали, что очень мощная команда начинает. Готовились к этому, выставили натиск. Реализовали большинство в конце периода. Забили очень нужные голы. Во втором периоде было очень сложно. Вратарь оставил нас в игре. Забили еще голы в начале периода. Очень тяжело играть против мастеровитой команды. Следующий матч «Динамо Алтай» проведет 31 октября в Подмосковном Воскресенске против местного химика. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком. Больше 130 единиц дорожной техники будут дежурить на федеральных дорогах Алтайского края и Республики Алтай. Дорожные организации переведены в режим повышенной готовности, сообщают в Упрдор Алтай. В эти дни на территории двух Алтаев возможен снегопад, мокрый снег, отмечаются сильные порывы ветра. В отдельных районах специалисты ожидают образования гололеда. Поэтому на дорогах Алтайского края будет дежурить 62 единицы спецтехники. Несколько десятков единиц будут контролировать ситуацию на протяжении Чуйского тракта. В случае необходимости количество техники увеличат. А у меня на этом все. Если у вас есть интересные и актуальные темы, звоните на телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Валар». Мира и добра всем. До встречи. Продолжение следует...